у нас сегодня будет еще меньше обычного потому что не все получили пошли дневные письма почему нет трансляции нет людей предупреждения о том что сегодня вебинар так ну кто я скажу наверно сейчас скажу так потом повторю в конце вебинара следующие значит опять начали мы в 2018 это пять лет мы вместе 233 вебинара вот еще это время мы могли пользоваться рассылкой бесплатной или платной доплачивал может быть я где-то частично я это не вникал сколько надо столько денег высылал вот и в результате у нас была максимальная рассылка а сейчас к сожалению времена изменились вот я призываю вас бесплатно немножечко совсем немножечко пусть это будет 30 рублей 50 100 рублей но если несколько десятка человек пришлет такую сумму наверное захватит на рассылку вот мой телефон знаете 8 960 776 86 72 сейчас как-то я сам здесь помню до большинства это не вставляет труда вот и тогда нам это получать будем рассылку все вот от этого зависит что ну что сейчас происходит ну во первых я вас поздравляю с 1 мая я старый большевик я не скрываю своих убеждений сами видите чего пришли союз нерушимый республик свободных остался памяти и наверное плохое забывается хорошие остается навсегда так что все таки я вас поздравляю с праздником это раз так значит чтобы сделать землю раем не обязательно жить при коммунизме или при капитализме для этого нужно иметь возможность выращивать сады пожелания правительства раздайте людям по-настоящему раздайте людям вот это будет праздник что вы будете делать это другой вопрос кому надо пропьет кому надо продаж но прибавится садов прибавится домов дети будут жить не в гадюшниках которые этих самых как давно назвали каменными джунглями еще еще в 19 веке каменные джунгли назвали а в настоящей свободе я вспоминаю свое детство деревня финский домик семья военных рядом лес откуда я не вылезал вот так ну после этого вступления еще раз поздравляю вас давайте теперь отделе очень много писем я постараюсь по максимуму прокомментировать письма интересные некоторые назовем их особенно и значит на начале почему с этой фотографии смотрите виновата письмо я уже успокоился то есть нашелся человек единственный на всю страну который сказал я забираю всю банку сколько будет стоить банки до сотни черешин уникальнейшие семена черешня настоящая выращенная в виде прививок на степной вишни это что-то запредельное это даже невозможно себе выбрать я сам не ожидал вот оно чудо ну да да банка стоит никому не надо 3000 человек подумал подумал говорит а мне одну треть за тысячи одна треть вышла на две трети так и лежат вот они недавно 24 апреля видите обратно их собрал в эту и лежат почему я опять его показываю это даже не для рекламы хотя впереди я знаю что будет выброшу но меня не то что возмутило но дало повод поговорить вот это письмо если косточки черешни привитые на степную останутся ранее что то может лучших высадить природу а если вырастут карлики с крупными плодами то есть тех соображает что у них гены степной вишни я все вновишься по нашим понятиям это кустарник это два с половиной но повезет три метра уж совсем это резко бывает полу кустарник и вот он соображает вырастут карлики с крупными плодами то есть черенок может быть да можно но почему я почему вы мне сказали чтобы я это самое посадил природу вот мне стало знаете как обидно он мог купить тоже это фактически бесплатно когда за это все это надо пару тысяч вот и занялся в один дел и вот попробовал ставишь чтобы он меня поняла не обижался то есть я чтоб природе появились чудеса во первых друзья и вот и я не стал уж его светить этого человека давайте понимать так вот взять им просто высадить вот зашел в лес природу и посадил шанса у них 0 я потом покажу расскажу почему косточки не сходят а именно деревья предпочитают с помощью этих самых корневых отводков размножаться но это чуть ниже пройдет время и все что я посажу все исчезнет это особая работа даже в природе вот представляете мне занятому чеку я должен где-то квадрат и метр очистить конкуренту не должно быть вот я должен посадить или косточки ну может быть 10 в одном месте не по одной засадить то я же тогда мне жизни не хватит где-то тут через 100 метров еще косточку еще ну пусть по 10 по 20 а потом как-то защитить как-то сделать ее невидимыми для всех чтобы чудо случилось чтобы они пошли вот огромная работа я так прикинул но мне это прямая снарубка на неделю две понадобилось бы нет у меня за неделю вот кто-то другой альтруист пару альтруистов у нас есть помните банку косточек купил с абрикосовского я всем раздам пусть садят а другой кто-то говорит я буду садить по аллеям и так далее это на всю страну вот и мне немножко обидно стало вот он взял меня посадят вот я пошел садить природу это еще сложнее чем у меня на расчищенном участке и вот тогда когда я пошел это письмо я вспомнил ребята вот пусть по 10 они у меня по 30 рублей были косточки пусть по 10 рублей будет косточка но ведь это уникальная вещь а вы думаете когда я буду выбрасывать почему вы скажете раздайте бесплатно вот а я бы раздал но я должен еще на вере что вдруг я хоть чуть-чуть заработаю чтобы те же повысила деньги сафрону чтобы была полная нормальная расшилка чтобы у нас это узнаете все ладно я чуть опять не отвлекся теперь почему мы вишни не сходят он хочет чтобы это все это будет природа уничтожена вот это значит сервис на степно-вишни как чужак будет уничтожена а вот вишни я сегодня сделал фильм и он уже вышел я стою там возле длинного ряда а очень крупный вообще предельная высота зимой не видно сейчас же еще у нас даже почки не проснулись 1 мая почки не проснулись во время съемок шел снег вот и я показал части косточек падает вниз потому что мыши их это не просто птицы избивают сидят а мыши потом собирать причем интерес собирать не просто жрут а делают схроны а потом где-то я смотрю ранее весной схроны вишни целая а косточки через месяц они уже все продырявлены то есть видимо голодовка начинается объяснять они переходят вот на этот самый на еду этих и все найдены вишни с это и тогда я догадался почему если хорошо разнаживаются еще этими я покажу вам у меня вишни ползут вот так через метр два вишни 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 я даже их на днях часть из них привил на черешню у самой земли вот пока они вот такие вот размера небольшие и ответ получил вишни за все годы упали десятки сотни тысяч косточек потому что соседский сад заброшенный а в нем гигантское количество падает этих самых вишен и я не видел ни одного никогда сердца не всходит вот я вам объясню почему